Так как фон для нашего телефона является графическим файлом, давайте рассмотрим, как отобразить его в графическом окне. Отображение иллюстрации в графическом окне обеспечивают методы Draw Image и Draw Resized Image. Различие методов состоит в том, что Draw Image выводит иллюстрацию как есть, а Draw Resized Image позволяет выполнить ее масштабирование. Инструкция вызова метода Draw Image в общем случае выглядит так. Graphics window.drawimage.emg, x, y, закрыть скобки. Параметр emg, в качестве которого обычно указывается полное имя файла, задает иллюстрацию, параметры x и y, координаты правого верхнего угла области отображения. Давайте отобразим наш интерфейс в графическом окне. Для этого в свойствах файла посмотрим ширину и длину картинки в пикселях. В результате у нас получится следующее. Инструкциями GraphicsWindows.left и Top мы задаем положение графического окна относительно правого верхнего угла экрана. Свойства Wide и Height регулируют ширину и высоту этого окна соответственно. FileName – это переменная, в которой находится адрес картинки, загружаемый в графическое окно. Теперь давайте создадим новую программу, которая будет шаблоном для всех приложений, которые мы установим в наш телефон. У нас она выглядит вот так. Создавать красивые интерфейсы непросто, а еще сложнее потом вымерять пиксели нарисованных кнопочек, чтобы точно прописать инструкции кликов по ним. Однако можно не рисовать все руками в Paint или любом другом графическом редакторе. Нарисовать кнопки и прочие элементы управления можно прямо в Small Basic. У нас будет две группы кнопок – кнопки действий и цифровые. Так как кнопки одного типа должны быть одинакового размера, проще всего нарисовать их при помощи цикла. Первая часть программы похожа на предыдущую, только добавились строки, задающие гарнитуру и размер шрифта. Вывести текст в графическое окно можно при помощи метода DrawText. Вот как подписать кнопки нашего калькулятора на языке Small Basic. Нумеровать клавиши мы будем в цикле, каждый раз смещая позицию текста на ширину клавиши. После того, как заполнится ряд из трех клавиш, перейдем на следующую строку. Клавиши 0, равно и выход подпишем вне цикла. Разделить рабочую область на кнопки при помощи цикла и подписать их оказалось достаточно просто. Но иногда нужно отобразить поверх уже загруженной в графическое окно картинки какое-нибудь другое изображение. Давайте сделаем шаблон для программы звонилки. Картинку и рамку рисовать мы уже умеем, а вот кнопку давайте создадим более интересным образом. В Small Basic встроена так называемая черепашья графика. Черепашка слушается определенных команд. Tuttle.show – пустые скобки. Показать, сделать видимой черепашку. Tuttle.move – открыть скобки, D – закрыть скобки. Перемещение черепашки вперед на заданное параметром D расстояние. Tuttle.move to – открыть скобки, X,Y – закрыть скобки. Перемещение черепашки в точку с указанными координатами. Tuttle.turnleft – пустые скобки. Поворот налево на 90 градусов. Tuttle.turnright – пустые скобки. Поворот направо на 90 градусов. Tuttle.turn – открыть скобки, A – закрыть скобки. Поворот налево против часовой стрелки на заданный параметром A угол. Tuttle.pandown – пустые скобки. Опустить карандаш. После выполнения команды при движении черепашка оставляет след. Цвет следа определяет значение свойства pen color. Tuttle.pandup – пустые скобки. Поднять карандаш. После выполнения команды при движении черепашка след не оставляет. Tuttle.height – пустые скобки. Скрыть – сделать невидимой черепашку. Tuttle.angel равно A. Задает направление движения угол оси черепашки относительно оси OY. Например, 0 вверх по вертикали, 90 вправо по горизонтали, минус 90 влево по горизонтали, 180 вниз. Tuttle.speed равно S. Задает скорость движения черепашки. Значение S должно быть в диапазоне от 1 до 10. Чтобы начать работать с черепашкой, нужно указать координаты стартовой точки, а затем прописать ее путь. Для рисования кнопки черепашка должна выполнить следующие команды. Tuttle.x – знак равенства 60 Tuttle.y – знак равенства 400 Tuttle.show – пустые скобки Tuttle.move – открыть скобки 50, закрыть скобки Tuttle.turnright – открыть скобки, закрыть скобки Tuttle.move – открыть скобки 130, закрыть скобки Tuttle.turnright – пустые скобки Tuttle.move – открыть скобки 50, закрыть скобки Tuttle.turnright – пустые скобки. Tuttle.move – открыть скобки, 130 – закрыть скобки. Tuttle.hide – пустые скобки. Вот что получится в итоге. Использование под программ.